Отлично, спасибо. Итак, меня зовут Михаил, я магистрант Мехмата, но уже работаю по специальности исследователем. Я расскажу вам о сфере компьютерное зрение. Компьютерное зрение — это прикладная наука, которая занимается тем, что обучает роботов, машинам видеть. Видеть оказывается не так просто, как нам поначалу кажется. Можно следующий слайд. Итак, компьютерное зрение. Каждая задача, решаемая в компьютерном зрении, состоит в том, что компьютеру подается на вход изображения, цифровое изображение или видео, то есть последовательность изображений. И все задачи можно разделить на большие три группы. Это задача обнаружения. Например, обнаружить подозрительный предмет в аэропорту или распознать лицо одного определенного человека из тысячи других. Сделать это как можно быстрее. Это слежение. Здесь, наверное, не видно издалека. Идет игра в баскетбол, и каждый игрок автоматически отслеживается. То есть один компьютер позволяет вам отследить перемещение траектории всех игроков одновременно. Это используется, например, для того, чтобы определить, насколько игроки играют честно. То есть зашел ли кто-нибудь в офсайт, например. Или для того, чтобы потом определять, насколько человек расходует лишней энергии, как бы он мог быстрее пробежать или сделать. Еще много разных приложений, которых тоже чуть позже. И классификация. Вот на картинке щенок. Но компьютер не знает, что это щенок. Для него это набор цифр. Так вот, задача в том, чтобы определить это щенок, дерево или просто белый лист. И так дальше. На лекции я расскажу о том, да, вот, насчет платья сразу. О том, как видит не только робот, но и человек. Человеческое зрение — невероятно сложная штука. Я уверен, что большинство людей даже не подозревает о том, как они видят. В первую очередь, на то, как мы видим, влияет свет, который попадает нам в глаза. Вот с платьем тут есть интересный момент, сейчас расскажу. Так вот, свет. Дело в том, что свет может быть разным. Он приходит к нам из разных источников света. Он отражается от стен, может отражаться от воды, еще от чего-нибудь. И все это вместе приходит в глаз, а дальше из глаза информация поступает сразу в мозг. Мозг очень хитрый, он не сообщает нам, как он это все обрабатывает. Но сейчас известно, что в том, что мы видим, замешана наша память, замешаны разные предметы на изображении и замешаны наши эмоции. То есть наше настроение может повлиять на то, что мы видим. По поводу платья. Настоящий цвет этого платья, наверное, все о нем слышали, уже видели. Настоящий его цвет синий и черный. Но проблема в том, что свет из-за платья, проходя через платье, меняет его цвет. И цвет платья на картинке, то есть такой, каким его видят фотокамеры, он светло-голубой и светло-желтый, золотистый. У некоторых людей в мозгу включается память. То, что если свет проходит через ткань, то он меняет ее цвет и меняет именно так, как поменял цвет этого платья. Мозг пытается восстановить, а каким же был реальный цвет. Ну и у кого-то этот цвет более реальный, чем на картинке. То есть синий-черный. Теперь как видит компьютер. Компьютер видит намного проще. В его видении участвует только свет. Нет, следующий кадр. Ну вот примерно так он видит. Теперь попробуйте по вот этой матрице из чисел понять, где там щенок. Скорее всего у вас не получится это сделать, потому что это матрица чисел, полученная не по-настоящему изображению. Здесь всего лишь около тысячи чисел. В фотокамерах обычных, там, 5-мегапиксельных, получаемых, изображения получаемые с этих камер, ну, порядка 5 мегапикселей, это 5, чего там, миллионов, миллиардов чисел. Ну, короче, очень много чисел. И довольно трудно человеку, если он посмотрит на этот набор, что-то из него выявить. Компьютеру тоже трудно, но зато он очень быстро считает. И исследователи это используют. Следующий слайд. Теперь о том, кто сильнее. Всегда нас интересовал вопрос, кто сильнее. Теперь можно помериться силой с компьютером. Главный плюс человека — нас легко обучить. Если нам показать, вот это забор, вот это дерево, когда мы увидим другой забор, совершенно другой, совершенно другое дерево, мы сможем их отличить, причем правильно. Чтобы компьютер смог это сделать, понадобятся дни, недели или месяцы написания правильных. Это программа, которая скажет компьютеру, что предметы, имеющие такие свойства, это именно заборы, это именно деревья. И то он еще будет ошибаться потом. Но при этом компьютер намного быстрее. Когда вы его научите это отличать, скажем, когда вы научите его распознавать лицо определенного человека, он вам из тысячи лиц или из миллиона лиц, пускай, это лицо найдет в течение секунды или доли секунд. У человека на это может идти очень много времени, причем здесь уже и человек может ошибиться. Более того, компьютер быстрый чисто по мощи, точнее не компьютер уже, а робот. Роботы делаются специально, например, для постройки домов, для создания автомобилей, о чем будет немного в видео. И делают они это гораздо быстрее, точнее и гарантированно лучше, чем люди. О человеке очень трудно сказать, что вот этот человек точно придет завтра на работу, не заболеет, ничего не сломает, ничего не выпьет и точно вот столько работы сделает. Роботы заранее протестированы на куче экспериментов и уже известно то, что с большой долей вероятности они сделают то, что вы от них хотите. Также у человека есть хороший плюс, когда вы смотрите в одну точку, фокусируетесь на ней, у вас разрешение порядка 130 мегапикселей, если переводить в цифровой формат. Это много. Камер таких или нет, или мало. Но проблема в том, что вы видите только одну точку при этом. Все, что вокруг, вам кажется, что видно четко. На самом деле это расклычатое облако. И мозг вас тоже немножко обманывает, и меня в том числе. То есть мне кажется, что я смотрю на камеру и вижу всех вас вокруг. На самом деле все вы для меня это просто силуэты. Но благодаря памяти я знаю, что вот здесь сидит такой-то человек, здесь такое-то, там кресло пустое. Эта картинка восстанавливается. Компьютер же видит все одинаково. И центр, и периферию. Можно следующий слайд. Теперь о приложениях компьютерного зрения в нашей жизни. Что-то может быть вам знакомо. Например, панорамная съемка. На самом деле сделать вот такую красивую картинку, когда человек стоит, держит камеру и вот так ее постепенно передвигает, очень тяжело. Потому что даже у очень хорошего фотографа дрожит рука. Он может немножко поменять ракурс, немножко сместить камеру. И в результате получается набор, который очень тяжело склеит человеку. Компьютер это делает автоматически и очень быстро. Очень многие фотоаппараты сейчас распознают лица. Кто не знает, зачем это? Для того, чтобы сфокусироваться на лице. Чтобы лучше всего на картинке было видно лицо человека, а не, скажем, ботинки. Но технологии пошли дальше. На самом деле вот этот кадр, который вы видите, результат, этого кадра никогда не было. Был вот этот, где улыбались, где семейная пара улыбается, а ребенок закрыл глаза. И было несколько кадров, где распозналось лицо ребенка. И из них был выбран тот, где ребенок смотрит на камеру. Произошел автоматический фотомонтаж, который очень трудно заметить простым глазом. Создалось новое изображение, которое является фотографией. Ну и про QR-коды, бар-коды и самые разные другие коды, предназначенные для быстрого доступа к информации. Наводите телефон, и вот у вас открылся сайт, картинка, еще что-нибудь. Это тоже уже повсеместно используется. Теперь более редкие, редкие случаи. Так, теперь видео, да. Видео, чтобы вы представляли, как себе работают роботы на производстве. Это уже настоящее. В этом мире работают около миллиона роботов, работающих с нечеловеческой скоростью и точностью. И число увеличивается примерно на 100 тысяч штук в год. Высок, а тем, что вчера оказалось эксклюзивным, сегодня уже поставлено на конвейер. Одновременно растет и качество, и количество. На зародке БМВ в Мюнфе, в Мюнфе, в очереди 500 тысяч квадратных метров, 650 роботов, которые изготавливают почти 900 ман. Ну, вот такой пример, когда куча роботов делает автомобиль. Конечно, там не все автоматизировано, что это приходится делать человеку. Но задача эта в том, чтобы человеку оставить самую сложную умственную работу. Физический труд перенести на роботов. Теперь о приложении в медицине. Вот примерно такую задачу решаю я сам. У камеры есть еще один плюс. Она отлавливает цвет очень хорошо. Градации цвета, там, скажем, 255 оттенков серого может улавливать камера. Кроме серого, также красного, зеленого, синего. И что из этого следует? Сердце у человека каждый раз, когда сжимается, происходит приток крови в голове. С каждой пульсовой волной приходит новая кровь, и лицо становится чуть-чуть краснее на долю секунды. Эти пульсации может улавливать обычная камера. И вот можно посмотреть видео, как исследователи достигли очень хороших результатов в определении частоты пульса. Прошу заметить, что здесь показан так называемый пайплайн, то есть что происходит с видео после того, как оно поступает в компьютер. Самая большая сложность это в том, чтобы отследить лицо. Одна из задач компьютерного зрения в том, чтобы его, кстати, найти сначала, обнаружить. А потом, чтобы обработать сигналы, полученные с лица. Сейчас показывается более большой вариант. Вот это алгоритм старого года, это нового года 2014. Вот то, что рисуется красным, это тот сигнал пульса, который найден был алгоритмом. Зелёный — это реальный сигнал пульса. Видно, что они соответствуют один в один очень маленькой вероятности ошибки. По этим данным очень много чего можно выявить. По данным о частоте пульса, о его ритмичности. Это используется очень много где, и ожидается, что в скором будет очень много где реализовано именно вот такое отслеживание частоты пульса. Но можно дальше двигаться. Итак, посмотрели применение в разных сферах. И сейчас осталась ещё одна. Это, конечно же, военная. К сожалению или к счастью, все самые перспективные разработки в первую очередь отходят военным. Здесь указан пример, как находит компьютер игрушечные военные самолёты. Но, как вы видите, игрушечные военные самолёты сверху не особо отличаются от настоящих. Так вот, когда спутник-шпион где-то там высоко летает, делает несколько очень больших фотографий высокого разрешения в минуту. На выходе у него там фотография, но представьте размер этой комнаты, грубо говоря. На этой фотографии нужно очень быстро найти стратегически важные объекты. Раньше это делали люди. Это был огромный тяжёлый труд. И, конечно же, допускались ошибки. Теперь это делает компьютер. Гораздо быстрее автоматизировано. И это используется. Ну, сейчас наверняка алгоритмы все засекречены новые, но старые некоторые известны. Можно дальше? И ещё одно видео. Исследователи научились узнавать частоту пульса по видео. Они пошли дальше. Они решили узнать звук по видео. Для тех, кто не знает английский, звук, попадая, например, в растение, отражается от него, заставляя растение колебаться. Эти колебания может улавливать камера. Когда мы получаем частоту колебаний по видео, мы можем определить, какова была частота звука. А значит, и воспроизвести звук. Здесь можно включить звук уже. Сейчас ещё будет пример интересный. Это вот они по растению пытались определить, что же звучало, какая музыка. А, вот это уже распознанный звук. Ну, потому как вы слышали тот кусочек той музыки, слышно, что довольно близко распознаётся. Главное, что исследователи поняли, что это возможно. И теперь это будет всё можно выключать. Теперь это будет развиваться очень быстро. Очень много приложений этому найдётся. И будет наверняка какой-нибудь бум. Маленький или большой. Посмотрим. И теперь особо стоит упомянуть о роботах, которые существуют сейчас. Ну, начиналось всё с охоты. До сих пор есть люди, которые охотой зарабатывают себе на жизнь. Есть те, которые занимаются охотой ради удовольствия. Но есть охотники. Для охотников сделали специальную винтовку, управляемую автоматически. Винтовка на Линекс написана, если кто знает. Операционная система такая. Она автоматически обнаруживает животное. И направляется, ну, не знаю куда, скорее всего, ближе к голове. Идея такая. Во-первых, облегчить жизнь охотнику. Во-вторых, сделать охоту максимально безболезненной для животного. Чтобы животное не мучилось после нескольких неудачных выстрелов охотника. Винтовка наводится сама. Охотник стреляет самостоятельно. Я недавно видел новость, как военно-американские, по-моему, заинтересовались этой идеей и решили взять на вооружение такие приборы. Дальше. Когда-нибудь задумались о том, как определяют картина фальшивка или нет? Ну, вот это делается методом компьютерного зрения. Более того, существуют алгоритмы компьютерного зрения, позволяющие, например, увидеть, а как же менялся стиль художника от начала его карьеры и дальше. То есть на изображениях ищутся определенные детали, из которых уже делаются следствия, что этот стиль такой-то, этот стиль такой-то. И теперь еще одно видео. Я думаю, многие из вас уже это видео видели про робота Кука, которого вы видели, когда он производил автомобили. Тут он решил посоревноваться в мастерстве настольного тенниса с одним из лучших теннисистов мира. КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, все, можно выключать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Там есть еще небольшое продолжение. Я предлагаю вам найти этот ролик по имени Кука. Вы найдете его и другой ролик, где этот робот играет на стаканах. Очень технично получается. Ну, выводы делайте сами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Марсоход. До Марса сигналу лететь очень долго. Обратно тоже. Представьте, Марсоход катается и думает, а куда ему сейчас с горы упасть? Или повернуться эту гору, объехать? Или сфотографировать что-то очень интересное, или не фотографировать? Пока сигнал от него дойдет до земли с вопросом, и от земли до него пройдет, по-моему, несколько минут. Ну, за это время очень тяжело управлять. Те, кто играл в онлайн-игры, знают, что большой пинг — это сложно. И поэтому робот управляется частично самостоятельно. Он сам фотографирует, сам передвигается. С земли, конечно, идет управление, но сам он тоже умеет. Дальше. Так, по поводу популяризации науки. Для тех, кому это интересно, для тех, кто, возможно, хотел бы себя в этом попробовать. Но этот слайд вообще для всех. По поводу вопроса морали. Не случится ли такое, что у нас наступит терминатор 3? Или еще что похуже? Не знаю. Задача науки такая. Делать жизнь человека лучше. Наука с этой задачей справляется, но ее плодами могут пользоваться разные люди. К счастью, у науки есть свойство, не помню, как она называется, но она независима от морали. То есть, можешь спокойно исследовать что угодно, а как это применят, это уже дело других людей. Ну, мне это нравится. Дальше. Для тех, кто хотел бы начать. Во-первых, вам понадобится знание любого популярного языка программирования. Существуют популярные библиотеки, такие как OpenCV. Насчет других найдите меня в ВКонтакте, я вам могу рассказать подробнее. Чтобы сделать простейшее приложение, достаточно просто ваших текущих знаний о языке программирования, на среднем уровне у кого они есть. Чтобы сделать что-то хорошее, уже понадобятся фундаментальные науки, такие как алгебра, анализ, теория вероятностей. И для того, чтобы быть на гребне волны, чтобы двигать науку вперед, понадобится изучать передовую литературу. Как можно догадаться, вся она на английском. Придется постоянно читать и писать статьи на английском языке. Дальше. И, возможно, это еще в ком-то пробудет интерес. Открытые задачи, которые сейчас есть в этой сфере. Все эти задачи сейчас решаются, но они настолько большие, что решить ее целиком, но это очень тяжело. Тысячи людей работают над каждой из задач и постоянно открывают там что-то новое. Кому не видно, прочитаю. Это восстановление трехмерной модели по изображениям, определение расстояния до объекта, идентификация Личности, чем я говорил уже, отслеживание человека через сеть видеокамер, когда в торговом зале множество видеокамер, надо понять, кто куда движется, обнаружение и классификация заболеваний по рентгеновским снимкам, и не только по рентгеновским снимкам. Это лишь часть задач, которая сейчас очень важна, за которые ученые получают признание и деньги. Дальше. А, ну вот, наша лекция подошла к концу. По поводу моей программы еще пару слов. Я написал ее специально для лекции, поэтому времени у меня было немного, но что-то там работает. Если у меня получится ее правильно остановить и показать вам видео, я обязательно сделаю это или на перерыве, или после всех лекций. Я расскажу, что вы там можете найти. Спасибо за ваше внимание. Пожалуйста, попросы. А можете более подробно рассказать о том, на чем вы сейчас работаете? На чем работаю я? Ну вот конкретно, да, задачу вы решаете? Я решаю задачу определения частоты пульса человека по сигналу с веб-камеры. Подзадач там много. То есть, во-первых, это обнаружить лицо человека, во-вторых, его правильно отследить. В-третьих, это избавиться от проблем с освещенностью. В отличие от человека, для компьютера один свет и другой свет два разных. То есть темноте он человека может уже не распознать. Какая из подзадач самая трудоемкая? Самая трудоемкая, пожалуй, отследить важные регионы на лице. То есть мне, например, надо отследить щеку, там, где нет бороды, там, где нет помады, тот участок кожи, который наиболее репрезентативный для меня. От миллисекунды или меньше до нескольких дней, месяцев. А какие же чувствительные ресурсы вам необходимы для этого? Смотря какую задачу я решаю. Для моей задачи мне достаточно простенького ноутбука для определенных задач требуются суперкомпьютеры мощностью примерно как в тысячи этих ноутбуков или больше. Могу я заставить свою девушку видеть платье правильно? А не меряем до сих пор. Можешь попробовать, если ты вырежешь платье, если ты вырежешь отдельные куски платья и покажешь их девушке, когда она этого не будет ожидать, чтобы она не поняла, что это то самое платье. Попробуй так. Спасибо. 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 Еще один вопрос. Спасибо, Алиса. Очень доступна подача информации. И вот такой вопрос как раз в вашей работе. Вот на линейке видно изменение пульса, то есть меняется цвет. И это реально фактически происходит. Просто через сутки можно отсветить. На камере справа было видно изменение цвета глаза человека. Да, действительно это было, но это сделала программа. Да. Когда эти пульсовые волны были посчитаны, их уже переместили на изображение для визуализации того, что произошло. Спасибо. Какая погрешность, ну то есть там было четкое совпадение, не только амплитуды, но и формы. Для того, чтобы определять какие-то заболевания, я так понимаю, эти погрешности могут играть большую роль. Конечно. Какие вообще перспективы определения с большей точностью? Какие перспективы? Хорошие. Точность развивается по мере развития алгоритмов. Я вижу три стадии внедрения, скажем так, чего-то нового. Во-первых, это открытие технологии, когда ты понимаешь, что это возможно. Во-вторых, это ее продвижение, когда ты доводишь до тех условий, что вот в лабораторных условиях работает. А третья стадия, возможно, самая длинная. Это техническая работа, направленная на то, чтобы это работало всегда или почти всегда. Вот сейчас там, да, там были свои проблемы. Более того, если заметили, там фон был темный. Я подозреваю, что при светлом фоне будет уже совсем по-другому работать это. Ну, то есть, есть какие-то физические ограничения, которые не позволят, в принципе, этому быть реализованы? То есть, я изучаю, я обучаюсь, ну, примерно по этой теме. Я светодием, что я занимаюсь световыми приборами, распределением. Ну, мне кажется, что при темноте, в принципе, теоретически возможно. Но если будет более-менее освещенное помещение, то это вообще не реализовано. Ну, на самом деле, и там, и там есть свои проблемы. Можно разработать алгоритм для света, можно для более темного помещения. Да, действительно, если у вас сзади солнце светит, то шума будет гораздо больше, чем сигналы. То есть, проблема в этом в том, что, да, щека передвигается, но сигнал, который вы получаете, там пульсация будет незаметна за счет того, что будет сигнал от солнца большой, того, что человек перемещается, у него тень по лицу тоже перемещается, и меняется отражательное, меняется угол отражения от щеки. Все эти мелочи, они очень важны. И вот я работаю над тем, чтобы максимально от них изолироваться. Да. Ну, вот сами как считаете, мирский губрид был работающим роботами, или не человечеством? Я в этой сфере работаю всего полтора года. Кроме того, не считаю себя настолько мудрым, дальновидным человеком. Моё мнение такое, что, возможно, будет войнушка с роботами, но вряд ли роботы там будут в роли генералов. Вряд ли. То есть, возможно? Возможно. То есть, война будет между людьми, но воевать будет роботами? Да. Спасибо. Вы занимаетесь вопросом по обработке видео. Да. С помощью видео. Если рассматривать не только видимый спектр, ну, человеческим глазом, а какие-то наблюдения в эту сторону Вы проводите или нет? Мы не проводим, но уже существуют приборы, которые в медицине есть, называются доплерометры. Они, по-моему, работают с инфрадиапазоном. Так вот, здоровенный прибор, направленный на человека, стоит рядом с кроватью в больнице. И измеряется то, насколько часто у него поднимается, опускается грудная клетка. Проблема этого прибора в том, что он дорогостоящий, и его установить можно только в больнице. А я пытаюсь сделать что-то более гибкое, что может работать у Вас дома, когда Вам этого захочется. Вы используете камеру с телефона? Да. Просто завидите на автомате? А если человек приведется на бок? Если его кожа не будет видна, то и сигнала не будет. Все эти случаи можно отследить. Всем этим можно дополнительно заняться, но Вы поймите главное, то, что уже доказано, что это работает, а значит, дело времени за тем, когда это будет у каждого в телефоне, в компьютере и так далее. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...